Всем привет! Очень рада видеть вас у себя на канале. Хочу зарядить вас энергией на домашние дела. Даже с двумя детьми можно многое успеть, если делать это постепенно, каждый день понемножечку. Так что поехали! Моя активность в домашних делах, как обычно, начинается в тихий час моей младшей дочки. Здесь я уже готовлюсь к приходу старшей из садика. Готовлю ей полдник, чтобы она поела и пошла заниматься на кружок, на танцы. И варю суп, чтобы завтра у меня уже был готов обед. И я могла свободно провести вечер, занимаясь какими-то другими делами сегодня. То есть, пока я на кухне, я сразу стараюсь готовить не одно блюдо. Буду готовить сейчас гренки из белого хлеба. Я его разрезала и смешала яйцо с небольшим количеством молока. Немножко посолила. Обмакиваю каждый кусочек и буду жарить с двух сторон. Все как обычно просто. Чтобы долго у плиты не стоять. И успеть в тихий час еще что-нибудь поделать. Кроме как готовки еды. Жарю с двух сторон. Переворачиваю. И сейчас буду еще делать из них горячие бутерброды. Порежу остаточек сыра. И положу сверху. И пока они жарятся с другой стороны, то сыр немножко подрасплавится. Сыра у меня был остаточек. Поэтому хватило только на 4 горячих бутерброда. Все, полдник мой готов. Можно уже наливать цикорий. Здесь как раз у меня сейчас подойдет старшая дочка из садика. Папа ее приведет. Параллельно с этим у меня варится рыбный суп и цветная капуста для младшей дочки. Пока я здесь готовила полдник, рыбный бульон у меня сварился. Для рыбного бульона я отвариваю плечики трески. 104 рубля килограмм у нас стоит. Вынимаю рыбу из бульона. Пока она у меня остывает, я успеваю порезать картошку, лук. Ничего не обжариваю, так как кориша будет у меня кушать это на следующий день в обед. И рыбу я потом тоже очищаю. Костей здесь вообще практически нет. И если есть, то они крупные. Далее вбиваю яйцо и добавляю его уже в конце варки минут за 3 до готовности. И создаю такую паутинку. Потом добавляю укроп. Все, суп мой готов. Подготовила старшую дочку к танцам. Заплела я прическу, чтобы ничего не мешало. Ну и Карина там развлекалась, сидела с резиночками. Проводила на танцы мужа с дочкой. И пошла заниматься дальше своими делами домашними. Решила поменять постельное белье. Все снимаю. Белье постельное в этот день я не стирала, так как сушилка у меня была забита от начала до конца. Поэтому отложила это на следующий день. Поменяла простынку, одела на резинке. Эта простыня у нас трикотажная. Белье у нас не из одних комплектов. Я стараюсь сочетать просто по одной цветовой гамме. Например, эта простынка, она не от этого набора. Но она подходит так, как оранжевая с зеленым очень хорошо сочетается. Карина у меня еще пока на грудном вскармливании. Поэтому спит она с нами ночами. И из-за этого у нас сейчас пока еще два одеяла. Надеюсь, скоро вернемся мы уже к одному большому общему одеялу. Одеялу, а Карину отселим вот в эту кроватку в ее. Пока же она просто стоит рядом и дает ощущение свободы мне, когда я лежу на краю вот этой нашей большой кровати. Точно знаю, что я не упаду. Маленькую кроватку я просто застелила покрывалом и периодически его вытряхиваю. Белье постельное на ней я не меняю, так как никто не пользуется, хотя белье постельное там есть. Нашу кровать я застилаю покрывалом, так как до сна еще есть время. Поправляю покрывальцы на маленькой кроватке. И сейчас буду переходить к смене постельного белья у старшей дочки. У Евелины постельное белье комплектное, розовое, как она любит. У нее таких наборчиков два и одно есть бледно-голубое. То есть всего три комплекта. И один комплект нам подарили на их день рождения, подарили его правда Карине. И я скрест его оставлю его именно для Карины. Не буду пока Евелине одевать его на постель, пускай у младшей тоже будет что-нибудь новенькое. Данный комплект из моей юности, то есть это мое постельное белье, которое у меня было до замужества. Пока мы девочкам белье не покупали еще. Вот только подарили нам один комплект. И тоже застелю покрывалом, так как до сна еще есть время, чтобы кровати выглядели опрятно. Унесу в стирку грязное постельное белье и перейду в зал. Так как пока я была в спальне, то раздался хлопок. И оказывается, что вот эти шарики праздничные. Один из них взорвался и весь серпантин рассыпался по полу. И нужно срочно его собирать, так как Карина у нас любитель брать все в рот. И нужно было побыстрее навести порядок, конечно, в зале. Поэтому спальню я пока оставила. Еще задача у меня была теперь сдуть эти все шарики вручную, так как они уже начинали взрываться. Поэтому я вот каждый шарик вставляла в пакет магнитовский большой. И отрезала у них пимпочку ножницами. Старалась плавно выпустить из них воздух. Которые были без блесток, а их было всего два, я дала поиграть девочкам. Палочки, на которых держались эти шарики, подставки, купила я их в экспрессе. И они не одноразового использования. Можно потом будет купить еще шарики и поставить их на вот эти палочки. Такие композиции получатся. И, естественно, протираем везде пыль. Где у меня глаз упал, я там и вытерла. И решила вот еще вымыть кухню. Какой мусор я нашла, я спрятала его в карман, чтобы лишний раз не ходить на кухню. Вытираю пыль с помощью средства для стекол и тряпочки. В зале уборку я не планировала проводить, но раз произошел такой взрыв шарика, то вытерла пыль, где лежали эти блестки, только и запылесосила. На этом залом я сегодня закончила. И вернулась обратно к уборке в спальню. После смены постельного белья я стараюсь пропылесосить. Если есть время, то еще и даже протираю пол. Но сегодня немножко я отвлеклась. Время я использовала как раз на уборку этих блесток. Поэтому будем сегодня только пылесосить. На улице потемнело уже к этому времени. Но меня это не смущает. Я по натуре сова. И активность у меня как раз приходится на вечернее время, а еще лучше на ночное. Но сегодня я ограничилась только вечерней уборкой. Пол я весь пропылесосила. И сейчас буду вытирать пыль. Уберу новогодний декор. Оставлю только мягкие игрушки. Тоже их немножко прорежу. Уберу ненужные. Вытираем пыль на подоконниках. Здесь Евелина взяла поиграть у меня. Вот дерево счастья осталась одна. Тарелочка от него. Сейчас я принесла его на место. Нашла, что она стояла вообще в зале. И уберем декор пока до следующего года. Достаю таких ангелков из фикс прайса. И они у меня будут стоять вместо этих гномиков. Стараюсь укомплектовать их всех в эту коробку. Чтобы они не пылились. Так как лежать им практически целый год. И вытираем пыль на комоде. Вытираю второй подоконник. Квартира у нас угловая. Такая прохладная эта комната. И чтобы тепло от батарей шло по всей комнате. Я просто-напросто длинные занавески загнула до того уровня, какой мне нужен. И просто пришила руками сама. Переходим на кухню. Помою посуду немножко руками. Хотя в посудомойке есть место. Но вот чего-то мне захотелось помыть. Я наверное даже забыла, что она пустая. Не до конца заполненная. Поэтому мою руками. За ужин сегодня был ответственный у нас муж. Он готовил ребрышки. Сам их мариновал. И ставили мы их в духовку. Поэтому видео я вам не показывала. Потому что готовила не я. Перед тем как уйти на кружок. Муж и поставил ребрышки в духовку. Задал нужную температуру в ней. И я даже не смотрела, что там с ними происходит. Пока они ходили на кружок. Пришли только и уже ели мы готовые ребрышки. Буду качественно отмывать противень. На котором готовились ребрышки. Хочу, чтобы он всегда был как новенький у меня. Покупала его я в ленте. За 430 рублей. И пока он мне нравится. Ничего еще с ним не случилось. Готовили конечно мы на нем еще немного. Раз 5-6. Но пока ничего. Все еще даже отмывается. И он без всяких следов от приготовления пищи. Как новый. Единственный его минус. Что нельзя мыть в посудомоечной машине. Поэтому приходится мыть руками. Но когда я его брала. Я это уже прочитала еще в магазине. И видимо такая была заманчивая цена. Что даже это меня не смутило. Протерла противень полотенцем. Я очень редко это делаю. Но вот раз он такой еще у меня свежий. То мне захотелось его вытереть. Убираю всю посуду на место. Так как уже дело к ночи. И чтобы здесь ничего не стояло. Все убрала на места. С помощью средства для посуды. Сейчас буду отмывать стенку. Которая у посудомоечной машинки рядом находится. Очень много на ней капель от еды. Когда ставим посуду в машину. То очень много летят брызгов. На стенку. Заодно вымою сразу под раковиной. Здесь не так грязно. Но все таки когда кидаем мусор. То он бывает не всегда попадает сразу в ведро. И лежит рядышком. Поэтому все хочу вымыть. Думала выкинуть какой-нибудь пакет ненужный. Но все оказываются нужны. Еще пригодятся для мусора. Использую силитбэнк. Распыляю и все вытираю. Отмойки здесь так же много подтеков на этих дверцах. Вымою торцы посудомоечной машины. Тоже здесь всяких подтеков и разводов очень много. Машинка у меня полупустая. Но чашки я почему-то помыла руками. Обычно машину мы запускаем на ночь. И уже привыкли спать под это бульканье. Такое оно приятное. Уже даже не замечаем. Особое внимание я уделила вот этим кнопочкам. Которые запускают машинку. Не всегда руки чистые. Когда ставишь тарелки в нее. Поэтому кнопки здесь не особо были у меня чистые. И я здесь усиленно потерла. Все отмылось. Дальше я буду мыть под раковиной. Крупногабаритный мусор я убрала просто-напросто руками. И выкинула сразу. А по остальным поверхностям прохожу с тряпочкой. И этим же селит бенгом. Здесь не очень грязно. Так как я периодически все-таки здесь мою. Иногда на автомате так мимолетно, мимоделом. Вытираешь вот эту поверхность, где стоит мусорное ведро. Потому что зачастую не все долетает до мусорного ведра. Не накапываться на эту поверхность. Поэтому как-то это быстро происходит. Вытер и даже не заметил. Мыло-посуду накапала здесь и вода, и крошки какие-то на полу. Поэтому я этой тряпочкой все затерла и тряпочку выкинула. Все ставлю на место. Здесь у меня стоит ящичек. Вот белый днем картошка, лук, чеснок. И моющие средства для кухни. Кухню я подготовила к ночи. Все на ней убрала. И теперь буду мыть вот эти детские игрушки. Немножко они запылились. Хотела их вымыть на месте, но поняла, что это бессмысленно. Вытирать их в спальне. Проще просто принести в ванную и полить водой из душа. И заодно пройтись тряпочкой с обычным мылом. Так будет гораздо приятнее, чище, чем просто размазывать эту пыль по игрушке. После игрушек я еще вымою ванную, так как будут сейчас в ней купаться девочки. Но видео не покажу, так как показывала это в предыдущем. Это ежедневная процедура. Каждый день я мою ванную, поэтому в каждое видео я вставлять эти фрагменты не буду. После мытья я их поставила на поднос в коридор, чтобы стекла вода. На следующий день только вернула их на место. Такая уборка сегодня у меня получилась. Не забывайте подписываться на мой канал. Это очень важная мотивация для меня и для развития моего канала. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Я же буду с вами прощаться. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова